Полынь лечебная Деревянистым, толстым корнем и прямым, сильно ветвистым стеблем высотой от 60 до 150 см. Листья очередные, голубовато-зеленые, покрытые серым пушком, цветки мелкие, желтые, трубчатые, в небольших понихших корзиночках, собранные на верхушке стебля и его ветвей. Посмотрите рисунок. Плоды плосковатые, борозчатые семянки. Обладают приятным лимонным запахом. Цветет во второй половине лета, начале сентября. В нашей стране распространена на Европейской части, Западной Сибири, на Кавказе и в Средней Азии. Поразрастает по берегам рек, на лугах, пастбищах, на легких плодородных почвах лесной и лесостепной зоны. Для себя заметим, растет во влажных местах. Сбор лекарственным сырьем чаще является надземная часть. Это побеги с цветками, собранные во время цветения. Побеги срезают на высоте 30-40 см от поверхности почвы. Листья отделяют от побегов, сушат в хорошо проветриваемом помещении, в тени. Раскладывая тонким слоем, хранят сырье в мешках. Рекомендуется собирать сырье в сухую солнечную погоду. Корни выкапывают осенью, можно и ранней весной, но до роста растения. Состав. В надземной части растения содержится эфирное масло до 0,3%, флавоноидные соединения, кумарины, дубильные и горькие вещества, а также алкалоид абротонин. Флавоноиды – это фенольное соединение, являются биологически активными веществами, многие из них обладают П-витаминной активностью, уменьшают хрупкость кровеносных сосудов, усиливают действие аскорбиновой кислоты, оказывают успокаивающее действие, как боярышник-пустырник, используются и как противовоспалительное, противоязвленное средство, например, как корень солодки. Есть и такие, которые обладают кровоостанавливающими свойствами – водяной перец, почечуйная трава, применяются при геморрои, стальник пашины, конский каштан, являются хорошими желчегонными средствами, бессмертник, пижма. Совсем недавно появились сообщения о противоопухолевом действии флавоноидов. Кумарины – биологически активные вещества, понижают свертываемость крови, рассасывают тромбы, донник, повышают чувствительность кожи к ультрафиолитовым лучам, обладают спазмолитическим и коронарорасширяющим действием, понижают тонус гладкой мускулатуры, вздутоплодник сибирский, обладают эстрогенной и противоопухолевой активностью, корни арчичника русского и морисона. Бактерию статическим и противогрибковым действием – жгун-корин-монье, алкалоид-абротанин – горькое ядовитое вещество, наличие его требует осторожности при употреблении полыни лечебной. Из истории о полыни лечебной вот некоторые рекомендации из древних травников. Для обострения зрения рекомендовали закапывать в глаз ее отвар. Если не наступало зачатие, то рекомендовали свежее растение растолочь, смешать с медом, пропитать этой смесью ватку и ввести ее во влагалище. Это согреет матку и будет способствовать наступлению беременности. Рекомендовали нюхать аромат полыни лечебной при простуде и головной боли, возникшей от простуды. И наш давний знакомый Одо из Мена писал. Лечит оно и грудные болезни и нервы, если вареным его принимать в текущем отваре, так при одышке оно помогает и кашле. Если болит поясница, а также при маточных болях, выпьешь сырое с вином и поможет при многих недугах. Делает светлой мочу, подреберье же делает чистым. Бедренный лечит артрит, очищает регулы также. Регулы – это месячные у женщин. Чад его страшен для змей, а питье усмиряет их яды и унимает тому же холодный озноб лихорадки. Если его, предваряя, с вином выпивается вместе, или когда умостишься ты маслом, которым варилось, частым питьем истребишь ты червей, угнездившихся в треве. Хлебные крошки добавил и киндонские яблоки – это айва вместе. Ты их в воде отвори. При глазных воспалениях и болях надо отвар наложить и излечит он оба недуга. Если шипы или занозы вонзились, то их извлекает чистый отвар или салом, приложенный к месту больному. Если его под подушку положишь, возбудит желание. Дерево – это, а выпьешь, что вредно любви, устраняет. Если его под подушку положишь, возбудит желание. А дерево – это, что выпьешь, что вредно любви, устраняет. Вот так. Применение. Настой отвары листьев полыни лечебно применяется при желудочно-кишечных и простудных заболеваниях, гриппе, ангине, золотухе, лихорадке, ревматизме. Настой листьев используют как полоскание при зубной боли, укрепляют волосы. Отвары и настой применяют в качестве желчегонного средства при дискинезии желчного пузыря и желчевыводящих путей. В хронических бескаменных холециститах, как антигельминтное средство, а также при нарушениях менструального цикла. Спиртовая или водочная настойка корней применяется при эпилепции и туберкулезном менингите в небольших дозах внутрь. Наружно для натирания десен при парадонтозе и воспалении, и как растирании при воспалении надкосницы, радикулите, ревматизме. В водными горячими вытяжками из полыни лечебной можно делать всевозможные припарки, компрессы и примочки. Из растолченной травы, смешанной с жирами, готовили различные мази. Ими лечили гнойные раны, свищи, нарывы, ушибы, вывихи, обмороженные места, уплотнение желез. При лечении ушивов и вывихов одновременно с применением мази делали горячие припарки. Золотуха, он же скрофулез, экссудативный диатез, заболевание у детей до 1-2 лет. И или наружный туберкулез кожи, слизистых, лимфоузлов, хронический, некалькулезный, то есть бескаменный, холецистит. Холецистит – воспаление желчного пузыря. Основные причины возникновения развития воспалительного процесса в пенке желчного пузыря – наличие вредной микрофлоры, просвете пузыря и нарушение оттока желчи. Благодаря приятному сильному запаху, высушенные листья полыни лечебной используются в качестве пряности. Так как они горьковатые, то добавляют в пищу в очень небольших количествах и применяют, как правило, к жирным мясным блюдам. В некоторых европейских странах на севере России выпекают особый хлеб. В него добавляют можжевеловые ягоды и траву, порошок полыни лечебных. Эфирное масло применяется в производстве ликеров, вермутов, кондитерской промышленности и в парфюмерии. Используют ее для окуривания помещений, кухонной посуды, больных животных, а также перекладывали одежду для предохранения от моли. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malaho Pro. Доброго здоровья и до новых встреч!